Вектори развития системы образования Они определены на федеральном уровне указом президента Российской Федерации, указом о национальных целях. Мы понимаем, что сегодня основной национальной целью, которую решает система образования, является вхождение Российской Федерации в десятку лучших стран мира по качеству образования в 2024 году. Но основная задача – это все-таки дать детям фундаментальные знания, которые они смогут применять на практике. Меняя систему образования, мы прежде всего с вами говорим об обновлении содержания, потому что то содержание, которое сегодня есть, частично, частично уже устаревает. Слово «учитель» не устареет никогда. Многие страны, обновляя содержание образования, вводят обновленные федеральные стандарты. Именно по этому пути пошла Россия. Меняется философия самого учителя. Меняется вообще осознание самого образовательного процесса. Для того, чтобы ребенок, приходя в класс на урок, понимал, для чего ему эти знания нужны. Но для этого, коллеги, надо научить наших учителей, чтобы каждый из них понимал, что такое функциональная грамотность, зачем нужно этим пользоваться и какой результат должен получить, когда ребенок уйдет. Навыки, которые этим детям будут нужны в 2030-м, формировать нужно сегодня нам с вами. А для этого мы сами должны этому научиться. Сегодняшний семинар посвящен организационно-методическим вопросам формирования функциональной грамотности в Алтайском крае на уровне образовательных округов. В рамках семинара сегодня принимают участие председатели образовательных округов со своими командами муниципальных образований. У нас в настоящее время в каждом муниципальном образовании есть ответственные кураторы по направлениям функциональной грамотности. Сегодня задача семинара вместе выстроить работу в образовательных округах, спланировать какие-то мероприятия, соотнести эти мероприятия с региональными, запланировать какие-то новые мероприятия с позиции инициирования самих образовательных округов, для того, чтобы в течение всего учебного года выстроить системную работу на уровне образовательных округов по формированию функциональной грамотности. В рамках работы по этому направлению каждый четверг – это методический день по введению обновленных стандартов формирования функциональной грамотности. Проходит он в форме вебинара в три часа, где рассматриваются различные региональные аспекты введения обновленных в ГОС и формирования функциональной грамотности. У нас есть комплекс мероприятий, направленных на методическую поддержку учителей. На сайте института создан специальный раздел, где есть ссылки на необходимые методические рекомендации, интернет-ресурсы, банк открытых заданий, где размещены видеоинструкции, различные полезные информационные методические материалы. Ну и, конечно, большой блок работы в этом году в рамках перехода на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты формирования функциональной грамотности связан с повышением квалификации учителей. Факультет развития общего образования занимается системной поддержкой развития функциональной грамотности в регионе. Для этого мы работаем в двух направлениях. Во-первых, обновлены и подготовлены программы повышения квалификации, на которые мы приглашаем учителей края, с тем, чтобы они в рамках своего предмета смогли работать не только над предметными результатами, но и над результатами, способствующими достижению метапредметных результатов. И это и будет способствовать формированию функциональной грамотности обучающихся. С другой стороны, мы организовали команду тьютеров по каждому направлению функциональной грамотности, а мы знаем, что таких направлений пять. За каждое направление назначен отдельный человек, он специально подготовлен, серьезно погружен в тематику и поэтому способен оказывать методическую помощь учителям края по отдельным направлениям функциональной грамотности. Такая поддержка включает и проведение вебинаров, и индивидуальные консультации, и подготовку методических материалов, и работу на курсах повышения квалификации. Мы еще раз на этом мероприятии сверили часы, все ли мы правильно делаем, все ли мы правильно понимаем, работу образовательных организаций в этом направлении. То есть был предоставлен опыт работы, опыт работы не только образовательных организаций, но и муниципалитетов в этом направлении. Поэтому считаем, что с этого мероприятия мы берем для себя структуру организации работы со школами в рамках внедрения функциональной грамотности. Как руководитель округа для нас еще лежит ответственность и задача попробовать организовать более эффективную работу в рамках внедрения функциональной грамотности и использования механизмов банка заданий уже на уровне округа, на уровне Заринского образовательного округа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова